На любой ферме скот на строгом учете и контроле. Паспорт или снилс у коровы на ушах. Яркая бирка и другие, помельче, невидимые за шерстью электронные документы. Чип, сережка, есть еще специальная бирочка маленькая, дается она с рождения. Потом уже дается номер внутренний и потом уже совместно с этим внутренним номером делается и просеркозназу. 4 тысячи голов крупного рогатого скота уведет врача на постоянном контроле, буквально под рукой, в кармане. Любую корову я могу открыть и просмотреть мне информацию. Вносить информацию я с телефона не могу, это делается с центрального компьютера, а просмотреть информацию в любой момент. То есть, когда она отелилась, какой протокол у нее был, последующие заболевания, переводы ее в секции определенные, осеменение, стельность ее, дополнительные заболевания. Я все могу просмотреть, все ее движение по статусу. Цифровизация активно внедряется во все отрасли сельского хозяйства. Системы учета и контроля пополняются каждый год. Маркирование животных будет проводиться в системе Хариот. Учет животных позволяет создать единую базу данных, что позволяет нам контролировать передвижение скота, устанавливать поступления животных. Благодаря этому мы можем оперативно принимать меры по предотвращению заноса заразных болезней. Маркирование – обязательный процесс, который должны обеспечить владельцы фактически всего живого. В законе от 1 сентября 2023 года поименованы коровы, лошади, верблюды, свиньи, даже олени и песцы. И те, кого по отдельности трудно сосчитать, только группами – рыбы, пчелы. Тотальный учет должен завершиться в течение пяти лет. И тогда в единой федеральной базе будет полная информация обо всех так нужных человеку живых организмах. Где родилось, когда родилось, вид, порода, кому принадлежит, перечень обработок, перечень диагностических исследований. Все состояние здоровья животного можно узнать по идентификационному номеру, который будет находиться на животном. Введение идентификации прибавит работы ветврачам и владельцам живности, на которых лягут и дополнительные расходы на бирки. По итогу же цифровизация позволит отслеживать здоровье животных и безопасность животнооческой продукции от фермы до прилавка, а значит и здоровье человека, который эту продукцию потребляет. Татьяна Бочарова, Юрий Санкин, Первый, Ростовский.